Лиза, привет! Роман, здравствуйте! Привет! Рада вас видеть! Я тоже очень рад тебя видеть, да! И я вижу, что для тебя это какой-то новый вызов тоже вести прямые эфиры. Конечно! Да, расслабься! Все прекрасно! И у тебя все прекрасно получается! Твоя очаровательная улыбка поддерживает нас всех! Поэтому мне очень приятно будет, что мы этот эфир проведем с тобой вдвоем и будем стараться друг друга поддерживать и помогать, потому что в наше время сейчас не столько главное знание и информация, которую люди получают, сколько возможность пообщаться. Вот для начала расскажи, как ты переживаешь вот эту самоизоляцию? Слушайте, ну, две недели дома, все соблюдаем самоизоляцию, конечно же, все правильно делаем, как, я надеюсь, все остальные наши участники. Справляемся, ну, как? Как и все, наверное, самореализации, самопознание, больше новых навыков изучения, то есть то, что поможет нам дальше выйти из кризиса и заняться чем-то действительно стоящим, и что у нас будет классно получаться. Слушай, ну, насколько я понимаю, ты воспринимаешь вот эту вынужденную ситуацию как плюс, как возможность что-то привнести, что-то для себя лучше. Конечно, я думаю, что и все. Оставаясь дома, да, необходимо именно самосовершенствоваться, иначе зачем тратить время зря. Да, конечно, но с другой стороны, это и вынужденная пауза, когда можно отдохнуть, действительно, немножко выспаться, привести себя в порядок. Безусловно, между прочим, я выспалась. Это тоже очень важно. Ну что, давай тогда начнем уже немного рассказывать о нашей предстоящей программе. Да, давайте, Роман, все-таки, наверняка, есть люди, которые в этом эфире не совсем знакомы с вами. Может быть, вы расскажете о своем опыте, чтобы мы понимали, что вы действительно знаете тему. Да, действительно, это очень важно. Проверить, проверить. В наше время очень важно. Действительно, доверяй, но проверяй. Уважаемые коллеги, мне очень приятно иметь такую возможность выступить все перед вами. Последние, наверное, ну, сколько, 30 уже, наверное, лет я занимаюсь тем, что управляю. Сначала это был, конечно, маленький бизнес, потом бизнес разрастался. Я раньше жил и работал в Дальнем Востоке. Мы впервые создали сети по продаже аудио-видеотехники. Мы впервые создали специализированные какие-то магазины по продаже кассет, аудио-видео. Это было, знаете, настолько интересно, потому что раньше можно было создавать все, что угодно. 90-е годы, там, твори все, что хочешь. После этого так получилось, что я начал учиться получать дополнительное образование. И вот сначала второе высшее образование, потом я получился в Соединенных Штатах Америки. Слава Богу, мы жили на Дальнем Востоке. И Анкоридж, Аляска была очень рядом относительно. И вот через океан на ту сторону. И университет Аляски. Потом это были другие зарубежные обучающие программы Италия, Япония, где я закончил программу подготовки управленческих кадров. И так получилось, что в 2000 году я пришел работать в банк. Проработав в банке 14 лет, я прошел путь от руководителя маленького-маленького доп. офиса в городе Комсомольске-на-Амуре до руководителя, вице-президентом федеральных банков. И потом я стал руководителем банков, совладельцем банков. И занимался сделками по слиянию и поглощению банка. Закончив свой банк Сукарев в 2014 году и получив уже дополнительное образование, я получился часть такого большого проекта на Осколково Executive MBA. И это все дало такое представление о том, что ты действительно нужен людям. И что тебе очень важно делиться с людьми теми знаниями, которые ты знаешь. И так потихоньку-потихоньку расширяя круг, пришли одни компании, спросили другие, третьи. И вот так начало накапливаться консалтинговая практика, которая с 2014 года, я занимаюсь уже 6 лет, я консультирую компании, я занимаюсь внедрением разных проектов в области управления людьми. Моя специализация это менеджмент, мои самые важные ключевые компетенции это умение проводить стратегические сессии, это внедрение стратегических элементов, трансформация корпоративных культур и личный коучинг руководителя. Это даже можно назвать не столько коучинг, как наставничество, менторство, для того, чтобы руководителям, собственникам помогать принимать важные ресурсы, важные решения в этих непростых, как сегодня мы видим, переживаем ситуации. Вот, наверное, если вкратце, то это такая моя история. Ну, среди моих клиентов очень много разных компаний, от крупнейших до совсем небольших, это и Газпром, это и Банк Открытия, это и логистические компании, фармацевтические, это администрации разные, федеральных кругов, много-много разных клиентов, с которыми ты работаешь каждый день, и очень много людей. Каждый день я занимаюсь непосредственно с людьми, общаюсь с ними, провожу сессии по коучингу. Сейчас, если, может быть, ты видела, я с Нового года веду такую, как, знаешь, я считаю, это социальная миссия, помогаю в Фейсбуке, да, создавать людям персональные стратегии. Кстати, скоро стартует очередной бесплатный курс. Пожалуйста, приходи, буду очень рад тебя видеть. Спасибо, обязательно. Пяти дней, пяти дней, очень быстро, массированно, мы проходим много разных вопросов, и люди шаг за шагом выстраивают свою персональную стратегию. Поэтому вот человек, это основа, то, с чем я работаю. Спасибо вам за вашу работу, на самом деле. Спасибо тебе большое. Большой список у вас, очень компаний, опыта, в принципе, да. Мы сейчас с вами хотим поговорить о серии вебинаров, именно которые будем проходить на нашей площадке под названием «Личная эффективность предпринимателя». Расскажите, пожалуйста, в чем будет полезен именно для предпринимателей этот курс, вот для чего? Давай я начну, Лиза, если ты мне позволишь, и мы с тобой уже на «ты» перешли, да, поэтому если тебе комфортно, то можешь обращаться ко мне на «ты», да. Смотри. Спасибо. Мир изменился, и мы это видим, мы стали свидетелями того, что в целом жизнь кардинальным образом изменилась. То, что, казалось бы, мы читали в каких-то фантастических рассказах о каких-то утопиях, где люди сидят дома, что их выпускают на улицу по пропускам, это, знаешь, какие-то вот антиутопии Джорджа Оруэлла, или какие-то фантастические романы, на которые тебе скажут, что ты не имеешь права отходить от дома там от 100 метров, или в метро не можешь зайти без пропуска, и что ты закроешься… Казалось бы, фантастика. Да. Закроются рестораны, кафе, магазины, и твоя жизнь, она вдруг схлопнется от масштабов всей земли, когда ты могла купить билет в Южную Америку, сесть на самолет и полететь до момента твоей квартиры четырех стен. И твоя жизнь, она мгновенно как бы ушла из оффлайна в онлайн. Ты понимаешь, что единственный способ, мы с тобой говорили, вот, и я спрашивал тебя, а как ты вообще, ты одна дома? Ты говоришь, да, представляете? И вот, представляешь, вот у тебя сейчас весь мир, это только интернет, телефон и интернет, то есть, это и есть источники получения информации твои друзья в скайпе, в зуме, в ватсапе, где угодно. Вот, и то же самое произошло с нашими людьми. Мы услышали это страшное слово карантин, самоизоляция, и еще одно очень важное слово, наверное, ты слышала о трендах, что многие компании раньше вводят понятие удаленной работы. Да, кто-то пробовал, у кого-то получалось, у кого-то не получалось. Я еще, будучи, у меня есть программа радиомедиометрикс, и мы с Дашей, вот с руководителем вашей премии национальной делали отличное интервью. Кому интересно, могут посмотреть эфир. Мы когда-то там еще в 2015 году говорили, ну что ж, тренд удаленной работы в России, к сожалению, не прижился. Теперь вынужденно, вынужденно нужно приживаться. И ты знаешь, это такой факт, что тренд удаленной работы не прижился, и вдруг в один момент он стал единственным трендом, он стал единственным источником, в котором мы сегодня работаем. То есть, нет ничего другого, есть только удаленная работа, и казалось бы, ну как, разве можно в это поверить было когда-то тогда? Нет, можно. И теперь главным вопросом встает для собственников, для предпринимателей, как управлять сотрудниками и как сохранить свой бизнес. Я считаю, что даже эти два вопроса, они очень тесно переплетаются друг с другом. Наверное, даже более важно, я бы даже вот еще расширил понятие сохранить себя как личность, сохранить за счет этого свой бизнес, свой бизнес, сохранить сотрудников, удержать ключевых клиентов и постараться вот сжаться, вот знаешь, как бы это сказать, вот когда ты сжимаешься вот максимально, а потом, когда есть возможность, может быть, ты видела иногда в китайских ресторанчиках приносят такую маленькую таблетку, ее заливают кипятком и вдруг получается большое полотенце. Ну или что-то подобное ты встречала. Так вот представляешь, нашим всем бизнесам сейчас нужно превратиться в эти маленькие сухие таблетки, если ты в офлайне и если твой бизнес сегодня остановлен. Другие компании, которые ищут интеграции с онлайном, постараться максимально интегрироваться в онлайн. И, конечно, есть компании, которые сейчас перезывают бурный рост. И нам это всем видно, это и магазины, и доставки, и все онлайн-стримы, и все кинотеатры, и все сервисы, которые предлагают онлайн. Поэтому наша сегодня задача все равно офисы закрыты, хотя в некоторых регионах нашей страны люди по-прежнему ходят на работу, но и местные власти принимают решения возможностей, но мы, например, говорим про Москву, да, и про те регионы, которые с нами рядом. Все закрыто, и ты находишься дома. Поэтому наша задача научиться. Нет готовых рецептов. Это первый ответ на то, есть ли готовые рецепты, как будут управлять удаленными сотрудниками. Нет. Первое, почему? Потому что произошел кризис. И первое, что мы все переживаем, вот что ты переживаешь, скажи, в целом? Стресс. Я думаю, что как минимум нехватку общения личного, в котором так привык. Конечно. И представляешь, в один момент, когда ты, например, если вы работали в области, Даша могла зайти к тебе, спросить, как у тебя дела, ты могла пойти попить кофе со своими подружками, там, я не знаю, выйти на улицу, там, подышать воздухом. Все. То есть нет элементарного общения. Все общение схлопнулось до онлайна. Поэтому эффективность человека, она в первую очередь сквязана тем, а как мне теперь быть эффективным? Как мне научиться быть эффективным? Поэтому это вот новая реальность. И мы должны научиться управлять людьми вот в этой ситуации. И именно личная эффективность. А что такое личная эффективность? Если вот разложить на как бы на запчасти это слово, то это получается внутренняя мотивация человека. То есть то, что для меня важно. Это мои цели. Это некие мои убеждения. Это моя личная эффективность. Например, ведь можно по-разному провести день. Как мы с тобой говорили, можно проваляться на диване. Конечно. А можно весь день, например, читать. Самый простой вариант. Да. А можно смотреть, можно записаться на какой-то курс, можно изучать английский язык, а можно и заучать английский язык, и посмотреть какой-то курс, и что-то сделать. То есть, понимаешь, интенсивность времени, она ровно такая, с какой интенсивностью ты живешь. Вот как ты хочешь ее нагрузить, так она и нагрузится. Оно пластичное время. Вопрос действительно другой только, что время, оно ниоткуда не берется. Почему я говорю слово время, 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 время? Потому что личная эффективность это в первую очередь время человека. Ну и дальше начинается Все, что связано с временем, самоорганизация, дисциплина, менеджмент и так далее. Вот в целом, почему я считаю так важно сегодня каждому предпринимателю, каждому собственнику задуматься, посмотреть на себя и сказать, а насколько ты сам лично эффективен посмотреть на себя в зеркало, сказать, могу ли я действительно в этот момент быть эффективным и продолжать управлять своим бизнесом. Как понять, насколько ты эффективный, по сути, вот такие должны быть, не знаю, может быть, есть какой-то чек-лист условно или какие-то личные качества непосредственные, чтобы вот я встал перед зеркалом и сказал, я эффективный. Давай начнем с того, да, мы с тобой разложили только что эффективность на разные элементы. Первое, начнем с первого просто, а есть ли у тебя план твоего дня? Это первый из первых... Иногда есть. Вот слово иногда, но ничего это. Итак, первое, есть ли у тебя план твоего дня? Второе, есть ли у тебя план дня, насколько он приоритизирован, насколько внутри разнесены детали по срочности и важности, насколько он выполняется каждый день? Ведь знаешь, можно иметь много планов. Я, например, сегодня в Фейсбуке написал, я хотел сегодня встать в 5.30, но в результате я проснулся в 7 и практически голос внутри говорил мне, Рома, но поспи еще часов. Ну, еще один часок. Ничего страшного. Да, ничего страшного не случится. Я, конечно, знаешь, как из того фильма, как Нельсон и с дудочкой, вот этот голос за меня закипонизировал, и, конечно, во мне не хватило силы воли проснуться в 5.30, делать свои дела. Я вынужден нагонять их, потому что я запланировал, то есть я пробюджетировал свои дела. Я примерно понимаю, сколько времени они занимают и понимаю, что мне сегодня нужно делать. И сейчас, в данный момент, вот этот курс личной эффективности, он печется в печи. Сегодня уже четвертый день. Я только что его закончил. Сейчас я буду его записывать в видео, потому что я пилотным этот курс. Мы его сейчас уже проходим. Правда, не для предпринимателей, а мы развернули его для руководителей. И сейчас весь Росгострахбанк, несколько тысяч человек обучаются личной эффективности. Как в этой ситуации управлять людьми. Да, вот как раз сегодня у нас будет четвертая сессия. Так что чек-лист – это плавно. И насколько ты эффективно его проживаешь. Да, ничего себе. Просто курс, которым занимается Росгострах, будет заниматься нашим предпринимателем совершенно бесплатно. Дорогие друзья, предлагаю вам писать вопросы нашему Роману. Мы с удовольствием на них ответим. После пор вопросов, может быть, еще от меня, да? Смотрите, вот вы нам рассказали про то, что нужно... Конечно, я предлагаю не только... Что надо себя поднять с кровати, да? То есть, в принципе, нужна какая-то мотивация. И успех компании, в принципе, зависит от сотрудников. Соответственно, их нужно мотивировать. Кто-то считает, что нужно, кто-то, что не нужно. Вот вы как считаете? Как нужно вести себя с сотрудниками на удаленке, например? Как вот их подтолкнуть к тому, что нужно действовать? Слушай, ты знаешь, я тебе отвечу. У меня в Ютьюбе есть достаточно уже древняя такая запись. Ей года четыре, наверное. Но она почему-то вдруг взлетела. И там на ней порядка ста тысяч просмотров. Она называется «Десять регулярных действий руководителя для того, чтобы мотивировать своих сотрудников». Давай я не буду рассказывать нужно-не нужно. Это однозначно необходимо, потому что поддерживать моральный дух – это самое главное. Так вот, моя десятка. Пусть наши коллеги подписываются на мой Инстаграм, смотрят его, читают полезные вещи. И сейчас в наших комментариях пусть напишут свой самый любимый инструмент по мотивации своей команды в этой ситуации. Я расскажу свою топ-10, свою десятку. Первое – это узнать тех, кто рядом. Что это значит? Сейчас появилось то самое время, когда мы можем чуть-чуть побольше познакомиться с теми людьми, которые работают в моей команде. Узнаем, как их зовут, не поверишь, многие даже по именам не знают. Как зовут их детей, а есть ли у них дети вообще, как что происходит в их семьях, чему они учились, какие у них дополнительные профессии, что они знают. То есть поговорить с людьми. У меня есть одна знакомая, ее зовут Терри Линдерберг, она возглавляет крупнейшее хэдхантерское агентство в России StaffWell. И она издала книгу «Чаепитие с Терри», когда во время кризиса 2008 года она просто в этот момент, понимая, что ничего другого не остается, она просто приглашала весь свой коллектив к себе в офис на чай и вела разговоры. А потом издала книгу, что оказывается, не поверишь, простые вещи, бухгалтерия переживала, потому что у них не было зеркала в полный рост. И девочка, они смущались от этого, им нужно было посмотреть. У мальчика в IT-отдела просто сломался чайник, и они ходили в другой кабинет. И когда такие простые мелкие бытовые вопросы были решены, все снеслось. Итак, первое, узнать тех, кто рядом. Второе, быть приветственным, нести энергетику. Утром проснулись в чат, ребята, всем привет, как у вас дела, все нормально, я проснулся, у меня все хорошо. Кто из вас, какие новости за вчера, что происходит. То есть, вот когда ты просыпаешься с ощущением внимания к своей собственной персоне, тебе от этого становится классно. То есть, второе, это быть приветственным. И каждый вечер, и день. Стараться делать так, чтобы люди чувствовали твое внимание. Давайте продолжим. Да, Лиза, как слышно? У меня просто чуть-чуть прервалась связь, да, последние два слова не услышал, к сожалению. Ничего страшного. Итак, второе, это ощущение энергетики, давать энергию людям. Третье, постараться быть максимально открытым самым собой и принимать открытость от людей. Открыть себя. Ребята, давайте теперь поговорим. Все, что вас волнует о нашем бизнесе, давайте обсуждать. Четвертое, время. Ты всегда распоряжаешься временем своих сотрудников. Например, да, сейчас мы на удаленке, но можно и так замучить человека звонками. Ну, сделано, 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 сделано. А может, когда так, слушай, сегодня полдня посвятись своей семье. И они вам за это обязательно скажут спасибо. Да, если это как бы никак не влияет на обслуживание клиентов, на течение процесса и так далее. Опять, самая простая вещь. Вот пятый способ, это самый простой. Каждый день присуждать номинацию «Самый лучший сотрудник этого дня». Ничего же не стоит. Стоит бесплатно вообще. И ты просто говоришь, так, сегодня самый лучший сотрудник премии «Бизнес-успех в России» – это Елизавета. Почему? Потому что она провела прямой эфир с Романом. Вот ей прям приз. И вот тебе наклеечку в WhatsApp Дарья пришлет и поблагодарит. Скажи, и у тебя будет приятно. Ведь, да? Конечно, я думаю, да, такие мелочи приятные, как говорят, да? Конечно. Шестое. Самое простое – спасибо. Позвонить, сказать спасибо. Отправить в чат спасибо. Спасибо кому-то персонально. Вот о чем я сейчас говорю, это все очень важные моменты, которые связаны с тем, что с человеку нужно делать. Седьмое. Самое лучшее время – это сейчас для того, чтобы расширить границы полномочий своих сотрудников. Вот большинство людей, большинство из нас зачастую думает о том, что все просто. Но с чего можно начать? Начать можно с оргструктуры. Знаешь, вот нарисовать себя, потом нарисовать тех, кто рядом под тобой, и подумать. Вот я беру листочек и рисую. Вот простая-простая организационная структура. К сожалению, у многих предпринимателей ее нет. Но когда ты четко понимаешь, кто за что отвечает, кто от тебя, ты думаешь, ага, теперь, а какие я могу передать, например, данные с себя? Я подумал, что сегодня я занимаюсь какими-то делами важными. Я думаю, так, нет, я теперь вот сюда передам одно свое поручение, а другое передам сюда. Вот вы сели, подумали с листочками, и у вас уже рождаются идеи. Таким образом, мы расширяем границы сотрудников для того, чтобы им было эффективнее и интереснее работать. Восьмое. Нужно научиться в наше время писать. Да, знаешь, стать небольшим писателем и рассказывать о том, как ваш, потому что вы руководитель, вы предприниматель, вы собственник, вы энергетический центр человека, писать о том, что нужно делать, что происходит с вами, что вас ждет и так далее и тому подобное. Девятое – это быть улыбчивым, и десятое – самый лучший способ – это периодическая обратная связь. Самое лучшее время поговорить с людьми откровенно, поговорить, узнать их мнение о бизнесе, как его дальше. Вот моя десятка по мотивации. Супер, на самом деле супер. Знаете, Роман, вы говорите про руководителей, о том, что они по-разному всегда себя ведут, и есть предприниматели, руководители, которые иногда допускают ошибки, да, и какие-то могут быть ошибки, какие из них более будут катастрофическими, наверное, и как их минимизировать, чтобы все получалось ровно и четко. Ну, смотри, давай сейчас, чтобы не быть голословными, разделим компаний на три вида. Первое – это у которых бизнес остановился, то есть фактически оффлайн-бизнеса нет. Второе – это те, которые стараются оффлайн-бизнес превратить в онлайн, и третье – которые в онлайне давно живут, и все хорошо. Давай поговорим вот про тех, у которых бизнес остановился. Первая задача сейчас – сократить все издержки, максимально сократить издержки. Договориться об аренде, отправить сотрудников в неоплачиваемые отпуска по собственному желанию, закрыть по максимуму все возможности, реструктурировать все кредиты. Самая главная задача сейчас – остановить кровотечение. Вот так, что любые затраты, убийца, который сейчас не работает, – это как перерезанные вены у человека, который лежит и бездействует. То есть рано или поздно, к сожалению, вытечется кровь, и тогда уже бизнес ничем спасти нельзя. Поэтому сейчас главная задача для этих людей с точки зрения финансов – жесточайший бюджетный контроль. Очень четкое соблюдение всех правил и сокращение всех расходов. Люди, подумать и оценить, и расстаться с теми, с кем давным-давно хотели расстаться. Это честно, это без каких-то разговоров, нужно просто расстаться со всеми неэффективными людьми. Это то самое время, когда это нужно сделать. С ядром команды надо собраться вот так, в скайпе, в зуме, и честно рассказать ситуацию. Честно – это значит показать все финансовые отчеты, сказать, что нас ждет, что мы будем делать сейчас, что мы будем делать после того, как карантин закончится, чтобы ядро команды самых преданных людей сохранить. То же самое с поставщиками. Я вспоминаю кризис 2097 года, когда мы занимались бизнесом, а тогда мы на Дальнем Востоке жили и все закупали в Москве в долларах. Все прайс-листы были в долларах. И представляешь, мы в это время отдыхали на море, на Японском. Мы часто ездили на машинах на неделю на Японское море. И вот в сентябре мы просыпаемся утром и слышим, что курс доллара вместо 6 рублей стал 17, потом 25 и так далее, и так далее, и так далее. И что делать? Ты приезжаешь в офис, звонишь поставщикам и говорят, Роман, а что мы можем сделать? Мы же тоже где-то закупали. И вот самая главная здесь задача постараться договориться со всеми поставщиками о создании системы оплаты вашей задолженности. Частичной заморозки, частичного списания, реструктуризации, любых вопросов для того, чтобы сохранить свой имидж, авторитет. Потому что ничто не дается так важно и так долго, как зарабатывание авторитета. Поэтому это очень важно. Вспоминая свои прошлые вопросы, как решение, очень важно сохранить авторитет, чтобы когда все раскроется, тебе люди смело давали вновь товарные кредиты, отсрочку платежа и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, последнее по списку, но не последнее по значению, это постараться с ключевыми клиентами лично переговорить. Позвонить каждому, написать каждому, встретиться в онлайне с каждым и рассказать, что происходит с твоим бизнесом. Вот, наверное, если этого не делать, это будут критические ошибки. Главное быть честным, да, насколько я понимаю? Да, абсолютно честным и открытым. Мы разобрались сейчас с историей, которая для тех, кто не был в онлайне, в принципе, вот для тех, кто сейчас переходит в онлайн, вот они какие совершают сейчас какие-то, может быть, ошибки, может быть, у вас есть какие-то конкретные примеры? Главное не торопиться, да, главное не торопиться и внедрять постепенно, постепенно, постепенно. Например, я приведу пример своей семьи. Магазин «Пятерочка» доставляет продукты через 3 часа. Например, магазин «Окей» доставляет там через 4-5 дней. Видимо, нахлы заказов столько много, что они не успевают справляться. Это значит, что система не работает, это значит, что доставщиков мало, это значит, что система сортировки заказов мало, неэффективна. Поэтому, вот и казалось бы, уже мы целый месяц живем уже фактически в карантине, а в «Пятерочке» и у них вообще не было сначала доставки, а сейчас 3 часа. А, например, магазин «Окей» у них была доставка, но по-прежнему несколько дней. Смотри, вот тебе две компании, которые подумали, приняли решение, организовали, оттестировали, отправили, и теперь это эффективно. А вторая компания продолжает совершать ошибки. Мало того, что даже ты сделаешь заказ, ты, например, получаешь его не полностью, не того качества. Вот эти моменты, вот если переложить простые примеры из нашей повседневной жизни на те компании, которые стремятся выйти в онлайн, это и есть те самые ошибки. Да, пожалуй, да. А есть ли ошибки у тех, кто именно уже давно в онлайне, совершают ли они что-то, или у них все хорошо и все гладко? Я думаю, что сейчас им нужно просто делиться опытом и поддерживать те компании, которым стало плохо, и рассказывать о том, как можно, используя свои технологии, помочь тем представителям бизнеса. Поэтому очень приятно будет, если уважаемые коллеги, которые слушают нас, которые успешно работают в онлайне, приглашать их в прямые эфиры, делать их регулярно, чуть ли не каждый день. Поэтому ты сразу научишься, будешь профессиональным модератором прямых эфиров в Инстаграме. Вот, находи такие компании, да, выводи их в эфир и пусть рассказывают, делятся успехом. Да, как раз-таки среди наших финалистов победители премии «Бизнес-успех» есть люди, которые занимались полностью в оффлайне, есть люди, которые сейчас перестраиваются на онлайн, а есть те, кто уже давно в онлайне, и у них наверняка есть бэкграунд, который они могут поделиться. Кстати, один из таких у нас будет Евгений Бутилин, который будет также у нас проводить вебинар, так что переходите, пожалуйста, на ссылочках у нас в профиле, регистрируйтесь на наши вебинары, и вы, конечно, узнаете все лайфхаки, как сделать правильно, как жить правильно в этом сложное время. Роман, вы знаете, что еще? У нас есть такой интересный вопрос, как достигать управленческих целей, которые мы с вами еще не разобрали. Ну, вопрос очень интересный, а управленческие цели – это как раз и есть постановка, часть элемента личной эффективности. Расскажу, что курс будет построен из пяти вебинаров, пять вебинаров, каждый день мы будем концентрироваться на какой-то одной важной теме, например, на теме мотивации, постановки целей, на теме приоритетов, на теме многозадачности и еще, и будем разбирать эти моменты. Но в каждом дне будет встроен модуль из каждого из этих блоков, поэтому мы начнем с того, чтобы запустить эффективность через инструменты управления временем. Вот это будет самое главное. Сначала время, план, эффективность, личные цели. Я сейчас прямо подробно открою, где они мне написаны. День первый – это личная эффективность, управление временем. Я даю, как будет построено вообще наше обучение. Пять вебинаров. Каждый день это будет обучающее видео, потом будут дома, самостоятельная работа, и вам нужно будет к следующему вебинару выполнить задание. Знаете, почему это важно? Можно сколько угодно смотреть информации, но если эту информацию ты не перевариваешь через себя, если ты не делаешь упражнение, то она проходит, в одно ухо влетело, как говорили раньше, в другое вылетело. Поэтому роли никакой нет. Смотрите вы или не смотрите. Надо применять. Вот, например… Теория всегда остается теорией, да? Абсолютно точно. Всегда нужна практика, обязательно. Абсолютно точно. Итак, первый день – это личная эффективность. День второй – это управление временем. Я вам дам столько технологий по управлению временем, что вам схватит на весь оставшийся 2020 год. Третье. Мы часто говорим «многозадачность» и даже от сотрудников, от наших требований, работайте в режиме многозадачности. Друзья, это миф, это вреднейший вообще элемент работы. Многозадачность – это иллюзия. Многозадачность – это значит потеря качества выполняемой работы. Потому что мозг, при всем при том, что мы сейчас вот с Лизой разговариваем, она моргает, независимо от того, хочет она или не хочет, она дышит, улыбается, и это она делает бессознательно. Но мозг работает в фоновом режиме. Но чтобы ей сосредоточиться, например, она сейчас ведет прямой эфир. Одновременно с этим она бы не смогла приготовить ужин или даже решить какую-то задачу. Она сконцентрирована. Вот поэтому многозадачность – это миф. Либо ты будешь вести прямой эфир, либо ты пойдешь на кухню готовить обед или ужин. Вот, не поверишь, самый простой такой бытовой пример. Третье – это приоритеты. Наверное, знаешь, многие слышали, а для тех я прямо сейчас подарю один прекрасный инструмент. Что я делаю? Я каждое утро прихожу сюда, к себе, за стол, сажусь, беру чистый лист бумаги и рисую на нем вот такой квадратик. Ну, просто большой лист бумаги беру. Первый лист у меня – это срочно, второй – важно, третий – не срочно, четвертый – не важно. Я быстро раскидываю все дела по этим квадратам и делаю первую половину дня только срочные и важные дела. Срочно и неважные вообще не делаю. И потом сконцентрируюсь на тех делах, которые я люблю. Это дела, которые, например, написать свежий курс, провести вебинар или еще что-то. Такие вещи, которые развивают и ведут меня к достижению моей цели. Вот это важнейшие элементы. Поэтому и пятый день – это будет про мотивацию, подведение итогов, общение через получение результатов обратной связи. Вот будет такой курс. Из обратной связи люди, руководители Росгострахбанка, они пишут каждый день, что-то стало получаться, что-то стало меняться. Во мне происходят какие-то изменения. Я вижу, как я стал лучше работать. Я чувствую, как я моими сотрудниками стал эффективнее управлять. А самое главное – они стали успевать больше. Ведь наша цель не просто говорить «давайте поговорим о личной эффективности предпринимателя». Как будто нам больше делать нечего с тобой, да? Да, наша задача – дать инструмент людям, чтобы они зарабатывали больше. Ведь эта задача предпринимателей. Смогут зарабатывать больше, смогут платить зарплату сотрудникам, помогать другим, заниматься благотворительностью. А если не смогут зарабатывать, тогда это уже проблема. И чтобы они смогли, мы поможем через личную эффективность, через эффективность себя. А когда предприниматель научится сам, он мне позвонит и скажет «Роман, а давай-ка научи мою команду личной эффективности». И тогда я возьму, поработаю с конкретной командой. А кто-то захочет, давайте определим, соберем большой вебинар. То есть мы можем делать все, что угодно. Главное – зарабатывать через личную эффективность. Вот в чем вкратце, если подводя итог всему тому, о чем мы с тобой так долго говорили, вот об этом мы и будем действовать. Здравствуйте, Ольга, здравствуйте. Да, дорогие друзья, пожалуйста, пишите, подписывайтесь на Романа Дусянка, спрашивайте у него свои вопросы, задавайте нам в директ все ваши вопросы, чтобы просто могли даже вам оперативно отвечать и давать полезную информацию, чтобы вы смогли действительно, как Роман сказал, не быть простой, а действительно зарабатывать и развиваться дальше, не теряя ни себя, ни свой бизнес. Дорогие друзья, спасибо вам за участие, Роман. Благодарю вас, что пришли к нам в эфир, несмотря на все наши технические неполадки небольшие. Я благодарю всех участников. Заходите к нам на страницу в Инстаграм, тыкайте на ссылочку, подписывайтесь на все вебинары, развивайтесь и будьте счастливы, будьте здоровы. И давай скажем, что первый вебинар у нас состоится уже в пятницу. Да, в эту пятницу Роман Дусянка. Да, Роман Дусянка уже 17 числа, в эту пятницу в 2 часа дня на платформе webinar.ru даст свой первый мастер-класс на тему личной как раз-таки эффективности, о которой мы ранее уже говорили. Как зарегистрироваться, Лиза, скажи, пожалуйста, как люди зарегистрироваться? Где взять ссылку для регистрации на этот вебинар? Да, ссылка у нас находится в профиле в шапке Инстаграм. Вы тыкайте там на ссылочку, вы падаете на нашу страницу на сайте bsavar.ru. Далее там будет выбрать несколько либо вебинаров, либо подписаться на все сразу. И у вас есть возможность это сделать и получить все рассылки. Соответственно, далее потом переходите на веб-день мероприятия, переходите на вебинар и смотрите, смотрите. Спасибо тебе большое. Коллеги, давайте соберемся сейчас. Наша цель быть эффективными. Несмотря на все обстоятельства, мы проходили множество-множество кризисов. Впереди нас ждет очень сильная рецессия экономическая. Поэтому как ни сейчас, как самый лучший момент для того, чтобы собраться, сконцентрироваться, перестроиться, возможно, отказаться от того бизнеса, который не может дальше эффективно работать, найти в себе силы перезапустить или стать частью какого-то большого бизнеса, или продать свой бизнес, или наоборот, если вы смотрите, сможете купить какой-то бизнес, который потенциален. Сегодня есть возможности для максимально экстенсивного, интенсивного развития. Просто нужно задуматься, что для вас самое главное, что вы хотите, как вы хотите развивать свой бизнес, сколько у вас есть денег для этого, где их можно еще взять, и как повысить свою личную эффективность, чтобы реализовать все свои свежие и самые смелые. Лиза, спасибо тебе огромное, ты прекрасный вид. Спасибо вам.